В эфире «Прямая линия». Я ее ведущий Артур Смоляков. Сегодня у нас в гостях председатель Витебского областного суда Александр Иосифович Федюкевич. Связаться с нашим гостем, для того чтобы задать ему интересующие вас вопросы, можете по телефону, который прямо сейчас видите на своих экранах. Александр Иосифович, здравствуйте. Добрый день. Совсем недавно мы знаем, что судебная система нашей страны подводила итоги работы в 2023 году. Давайте расскажем об итогах работы судов Витебской области. Суды Витебской области в целом сработали неплохо по оценке наших коллег из Верховного суда. Ежегодно мы рассматриваем где-то около 4 тысяч уголовных дел, 25 тысяч административных дел и где-то около 20 тысяч гражданских. Устойчивость судебных решений составляет практически 99%. То есть фактически все судебные постановления, которые проходят судебную проверку, они получают должную юридическую оценку. И процент отменяемости, изменяемости, он по сравнению с общим количеством рассмотренных дел небольшой. Если рассматривать итоги работы наших судов по каждой категории дел, есть ли какие-то серьезные изменения по сравнению с 2022 годом? Ну, скажем, если говорить о гражданском правосудии, например, то в принципе судебная нагрузка и количество поступающих гражданских дел стабилизировалось. Это, как я уже говорил, примерно 20 тысяч гражданских дел, из которых примерно половина, чуть больше половины дел искового производства, где-то 5 тысяч особого производства, приказного и вытекающих из административно-правовых отношений. Поэтому сказать, что что-то кардинально по сравнению с 2022 годом изменилось, я не скажу почему, потому что рост произошел где-то примерно на полтора процента только. Это статистическая погрешность, которая двигается в ту или иную сторону. Если говорить об административном правосудии, то в последние годы поступательно снижается количество административных дел, которые поступают в суды. Это больше связано с изменением в законодательстве, с положениями нового административного законодательства, которое направлено больше на профилактику, чем привлечение к административной ответственности. Поэтому, если говорить за период более такой серьезный, скажем, 5 лет назад мы в два раза больше административных дел пропускали через судебную систему, то есть рассматривая около 50 тысяч административных дел. Сейчас это 25. Ну, это также примерно по сравнению с 2022 годом стабильная нагрузка. Если говорить в области уголовного правосудия, то последний 2023 год характеризуется уменьшением на 400 дел уголовных поступило. Ну, как я уже говорил, это связано, наверное, и с теми результатами профилактической работы, которая проводится в Витебской области правоохранительными органами. Ну, и, скажем, вообще тем состоянием общественной безопасности, которая характеризуется в нашей республике. Поэтому, примерно вот такие показатели. Александр Васильевич, какие из категории, может быть, уголовных дел, рассмотренных судами области в 2023 году, Вы считаете наиболее значимыми? Ну, если говорить об уголовном правосудии, то примерно в процентном отношении 15% у нас примерно тяжкие, особо тяжкие преступления. Где-то 85% это уголовные дела, менее тяжкие, не представляющие большой общественной опасности. Поэтому, говорить вот о таком особом значении какой-то категории, я не сказал бы, действительно, основная часть уголовных дел, которые рассматриваются, это дела, связанные с хищением. Банально. 60% примерно уголовных дел связано с хищением имущества. Много на втором месте стоит по численности, это против уклада семейных отношений. Это связаны с невыплатой алиментов, средств на содержание детей, которые находятся на государственном обеспечении. Поэтому, это характеризуется уже не последний год, это примерно лет 5-10, примерно такое процентное отношение в области уголовного правосудия по нашей области. А если вот говорить о делах, которые можно назвать самыми резонансными за прошлый год, вот о каких делах здесь можно вспомнить? Ну, можно вспомнить уголовные дела, например, скажем, я не буду приводить фамилии, поскольку это, наверное, наших слушателей это не сильно интересует. Но, что касается резонансных дел, вот одним из судов Витебской области рассмотрено дело, связанное с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Значит, наш гражданин на автомобиле, который был зарегистрирован еще на его отца, и он не переоформлял, видимо, думал, что будет пользоваться автомобилем и может спокойно нарушать правила дорожного движения. Развил скорость 134,8 километра в час на автодороге областного подчинения, не справился с управлением, съехал в кювет, и фактически один пассажир, который находился в автомобиле, получил тяжкие телесные повреждения, а два пассажира получили повреждения, несовместимые с жизнью. Поэтому это дело я привожу как характерное. Почему? Потому что наши граждане, считая, что они могут справиться с управлением транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, перевозят своих друзей, это все близкие, в принципе, знакомые, подруга, двое друзей, которые получили такие последствия тяжелые. Тем самым подвергают опасность не только свою жизнь, но и жизнь своих близких. Это вот такое характерное. Ежегодно мы примерно в том или ином районе сталкиваемся с такой категорией дел. Обращает внимание дело, которое рассмотрено также одним из районных судов области, где обвиняемый за преступление, которое он совершал еще в конце 90-х годов, был привлечен к уголовной ответственности, а именно он обвинялся в бандитизме, то есть это вооруженные, скажем, совершенные преступления в составе организованной группы. И вот с 97-го года он находился в розыске, до 2021 года скрывался на территории Российской Федерации. — А если говорить о сроке давности? — Значит, срок давности здесь очень интересно. Там, где санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь, там срок давности по решению суда действует. То есть суд может только принять решение в этой части. Поэтому вот было принято такое решение, что с учетом того, что он обвинялся в том числе и в покушении на сотрудника милиции в свое время, который задерживал остальных членов группы в таких серьезных хищениях, связанных с вооруженными вторжениями в жилище граждан. Поэтому было принято решение, и в итоге он получил 22 года лишения свободы. Поэтому с учетом вот таких вот моментов. — Александр Ильич, в целом, в прошлом году, можно ли говорить о том, что возросла нагрузка на судей или нет? — Я бы не сказал. Поэтому нагрузка судебная на судей Витебской области, она самая маленькая в республике. — А с чем это связано? — Ну, это связано, во-первых, у нас очень много районов, суды же по административно-территориальному делению делятся. И есть районы, которые объективно сокращается количество жителей. И получается так, что у нас есть районы, там, где действительно нагрузка очень маленькая. И в среднем получается невысокая. Хотя вот городские суды Витебска, Орши, Полоцка, Новополоцка, они действуют с нормальной, приличной рабочей нагрузкой. — Если говорить о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, вот как здесь обстояли дела в 2023 году в Витебской области? — Что касается преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то они немножко уменьшились. Но, что характерно, уменьшилось количество преступлений только по первой части статьи 328. То есть это преступления, не связанные со сбытом наркотических средств. Что касается преступлений, по которым обвинялись граждане по 2, 3, 4 и 5 частям статьи 328, там количество этих дел немножко, но возрастает. Это говорит о том, что раскрываемость лучше становится в Витебской области. Это говорит и в целом о том, что почему сокращается вот эта основная часть преступлений по части 1 статьи 328. В том числе и в том, что активно борются с наркоторговцами, так называемыми. — Ну вот сегодня все чаще в новостях, особенно в последние годы, мы слышим о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. На Ваш взгляд, достаточно ли тех мер, которые предпринимает сегодня государство в борьбе с этими преступлениями? Или требуют дальнейшей корректировки наше законодательство? — Ну, я бы сказал так, что санкции статей, по которым обвиняются люди за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, они очень серьезные. 79 лиц у нас было привлечено по статьям, связанным со сбытом наркотических средств в прошлом году. Они все получили реальное лишение свободы, ну, скажем, на сроки где-то в районе 10 лет лишения свободы в среднем. Поэтому сроки большие, серьезные, и, наверное, может быть, и это каким-то образом останавливает тех, кто пытаются заниматься таким незаконным бизнесом. Вот, кстати, могу привести пример одного из дел, которое было рассмотрено в городе Витебске в отношении так называемых «спортиков», которые в составе по заданию такого интернет-магазина торгующего наркотическими средствами в кавычках воспитывали тех закладчиков или тех людей, которые отказывались. — Ну, так называемая служба безопасности. — Служба безопасности, так называемая. Причем эта служба безопасности состояла из подростков от 14 до 20 лет. Поэтому в среднем они получили по 13-12 лет лишения свободы. — Ну, это серьезные сроки. — Серьезные сроки, поэтому следует сказать, что государство наше и правоохранительные органы очень серьезно к этому относятся. Поэтому те, кто хочет заняться этим делом или думает заниматься этим делом, должны серьезно задуматься о тех последствиях. — Будем надеяться, что так и будет. — Александр Иванович, а как часто суды в Витебской области выносят оправдательные приговоры? И, может быть, если есть такая цифра у вас, сколько таких приговоров было вынесено в прошлом году? — Значит, в прошлом году мы вынесли семь приговоров в отношении девяти лиц оправдательных. Но я бы... Это, конечно, на первый взгляд, по сравнению с четырьмя тысячами уголовных дел, это капля в море. — Да, немного. — Не много, но это как бы много для тех, кто понимает нашу систему правоохранительную. Поэтому, что касается вот этих приговоров семи, два из них в настоящее время уже после отмены апелляционной инстанции рассмотрены вновь и, скажем, обвиняемым, уже осужденным назначены наказания. То есть уже два приговора в отношении четырех лиц можно убрать из этой части. Остальные все оправдательные приговоры — это по делам частного обвинения, так называемого, по которым не проводилось предварительное расследование. Поэтому там обвинителем является потерпевший. И не всегда этот потерпевший, будем говорить, объективен в своих суждениях и сможет доказать вину другого лица, который, по его мнению, причинил ему вред. Поэтому это вот именно связано с тем, что до суда по частно-публичным составам, по которым проводится предварительное расследование, дела доходят сквозь призму, сквозь сито такое серьезное. Вначале милиция, потом следствие, потом прокуратура, а уже потом суд. Поэтому это очень немного. Ну, кстати, вот по делу частно-публичного обвинения тоже был вынесен оправдательный приговор в отношении одного алименщика. Но только потому, что было установлено, что он не является биологическим отцом. Ребенка, на которого добровольно длительное время платил, а потом уклонялся от уплаты алименов. При этом все это время думал, что он является биологическим отцом. Да, он думал, он как бы не возражал, совсем соглашался, и как-то через следствие это все дело прошло. Но сейчас я знаю, что следователи по всем делам этой категории назначают эту экспертизу, дабы не попасть в такую ситуацию. Интересный момент. Александр Ильич, с каждым годом в судебную систему нашей страны все активнее внедряются современные информационные технологии. Вот на ваш взгляд, все это больше помогает в работе судей или все-таки мешает в какой-то степени? Ну, как сказать, вообще судебная система сейчас и вообще система правоохранительная развивается стремительным образом. Сейчас у нас аудио-видео фиксация судебных заседаний, так называемый аудиопротокол ведется. Оборудованы все залы судебных заседаний, по крайней мере у нас есть компьютеры, телевизоры для того, чтобы просматривать аудио-видео файлы. Поэтому в судах ведется электронное делопроизводство сейчас практически по всем категориям дел. То есть, в принципе, можно сегодня сказать, что все это влияет на качество и оперативность работы судей в положительном случае? Безусловно. Я скажу, что последние годы произошло поступательное снижение количества дел, рассмотренных свыше сроков установленных законов. Объективно надо сказать, что не все дела можно рассмотреть в установленный двухмесячный срок или месячный срок, сокращенный. Поэтому есть объективно такие дела, которые в эти сроки не рассмотришь. Но что касается общей массы, то есть мы практически где-то 98% рассматриваем установленные законом сроки. И это все помогает именно информатизация и цифровизация нашей деятельности. Какие причины чаще всего влияют на отложение судебных разбирательств? На отложение судебных разбирательств влияет, скажем, с одной стороны личная неорганизованность участников процессов, а с другой стороны такие банальные причины, как неявка, скажем, обвиняемого по уголовному делу, по которому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вот такая вот безалаберность. Они думают, что, скажем, с ними кто-то будет играться в этом отношении. Поэтому, либо, когда они приходят в суд, в состоянии алкогольного опьянения участники. То есть причины разные, но они связаны с человеческим фактором больше всего. Александр Леонидович, давайте немножко поговорим о вас и о вашей работе. В частности, о том, что привело вас в профессию в свое время. Как так получилось? Что касается меня, то я вырос в семье военнослужащего и после окончания школы поступил в военное училище, как по стопам отца, будем так говорить, пошел. Но события начала 90-х, конца прошлого столетия, связанные с сокращением армии, подвигли меня задуматься о смене профессии. Так вот я, скажем, поступил в Белорусский государственный университет на юридический факультет, заочно его закончил в 95-м году и пошел сразу практически в судебную систему. Работал в судах Полоцка, Новополоцка с 2009 года в Витебском областном суде, ну а с 2020 года его возглавляю. Мы знаем, для того, чтобы стать судьей, тут нужно пройти многоступенчатую подготовку. Вот какие, может быть, личностные и профессиональные требования предъявляются сегодня вершителям закона правосудия? Да, действительно, стать судьей непросто. Почему? Потому что, во-первых, существует возрастной ценз, не менее 25 лет должно кандидату быть на момент, когда он захочет поступить на должность судьи, и сдать серьезный квалификационный экзамен в Верховном суде Республики Беларусь. Пройти тестирование, пройти соответствующую стажировку, и венчает этот процесс указ президента, который назначает и освобождает судей в Республике Беларусь. Поэтому процесс этот непростой, он занимает серьезное минимум, скажем, полгода. Вот это самый минимальный срок, прежде чем от начала этого процесса и до его завершения. Ну, все-таки, по крайней мере, мы думаем, что и молодые люди, те, которые склонны к аналитическому мышлению, склонны к взвешенному, рассудительному применению тех знаний, которые они получили в юридических вузах во время учебы, они смогут себя проявить на нашей работе. Александр Иосифович, время наше, к сожалению, подходит к концу, поэтому задам последний вопрос. Какие задачи перед областным судом, перед судами Витебской области стоят в этом году, в 2024-м? В 2024-м год объявлен главой государства годом качества. Поэтому качество является одним из краеугольных наших показателей. Одним. Поэтому, конечно, есть и другие, но это один из таких серьезных показателей. Поэтому мы не ударим в грязь лицом. Среди судов у нас сейчас проводится конкурс на лучший суд в области. Поэтому разработаны определенные стандарты, по которым мы оцениваем и будем оценивать работу наших судов. Поэтому, я так думаю, что все это пойдет на благо наших людей, на благо укрепления суверенитета и независимости нашего государства. И мы приложим к этому все усилия. Александр Васильевич, спасибо вам огромное за то, что пришли к нам сегодня в гости, за интересную и содержательную беседу. В эфире была «Прямая линия». Мы с вами прощаемся. До новых встреч и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова